Всем привет, дорогие друзья! Я хочу вам продемонстрировать жалкий вид своей кухни. Вот во что может превратиться фасад, если цена мебели откровенно смешная. Кухне примерно 8 лет, фасад кухни сделан из МДФ. И такой вид она приобрела не вчера, а значительно раньше. Как видите, пленка отклеилась, местами вообще порвалась. Я пытался приклеить пленку назад, сначала подклеивал края. Это не помогало, тогда я снял по очереди каждую дверку, оторвал пленку полностью, хотя что значит оторвало, она и так уже была оторвана и держалась буквально на ручках. В общем, снял пленку, промазал обычным ПВА-клеем, другого у меня в таком количестве не было. Потом под пресс, но это тоже не помогло, пленка все равно отклеилась. Тогда я решил устранить проблему кардинально, просто заменить фасад на новый. Как видите, две дверки я уже сделал, получилось довольно неплохо. Но больше всего меня радуется на вопросах. Не знаю, как точно называются все элементы конструкции, но вот эти планки по периметру я напилил из остатков ЛДСП, которые остались от прихожки. Видео по ее изготовлению, кстати, было на канале аж в трех частях. Так что, кто не видел, обязательно посмотрите. Возможно, подчеркнете что-нибудь полезное. И не надо мне писать про то, что ЛДСП равно как и МДФ полный отстой, а вот натуральное дерево вещь. Я и сам это знаю, но нет у меня возможности купить фасад из массива, и тем более сделать его самому. Поэтому лепить буду из доступных материалов, а именно из ЛДСП. Вот, но на весь фасад у меня ЛДСП не хватит, надо будет чутка прикупить, тем более, что еще надо на цоколь. А вот сама филенка, материал для нее закуплен на весь нижний фасад. Да, кстати, пока речь идет только о нижней части гарнитура. Про верхний я еще пока думаю то ли заказывать его, то ли самому делать. Потому что хотелось бы все-таки глянец из МДФ или пластика. Ну, в общем, посмотрим. Так вот, сама филенка обошлась мне всего, внимание, в 300 рублей. Чтобы вы понимали, это был большой лист, шириной 65 сантиметров и длиной 3 метра. Он толщиной всего 6 миллиметров, это тоже ЛДСП. Абсолютно такого же цвета, как и планки. Цвет называется дуб сонома. В магазине этот лист зовется стеновой панелью для кухни. Найти именно в таком цвете оказалась задача непростой. Во всем городе мне удалось найти только один лист в Леруа Мерлен. У нас в городе два магазина и на сайте писали, что есть в обоих. Но по факту оказалось, что только в одном и тот лист был бэушным. Похоже, он висел в магазине на одной из кухонных экспозиций, потому что были в нескольких местах отверстия от саморезов. Но благо 3 метра панели это с запасом, поэтому при распиле удалось обойти эти места. Может, кстати, поэтому он и продавался с такой скидкой. Хотя помимо него были абсолютно новые панели по той же цене. В общем, непонятно. Есть у этой панели один минус. Она односторонняя. Ламинация есть только с одной стороны. С другой наклеена какая-то бумага, что ли. Но мы с женой решили, что это такая мелочь, из-за которой можно вообще не заморачиваться, учитывая, сколько этот обро стоит. Там же в Леруа в таком же цвете продавались МДФ панели. Не ЛДСП, а МДФ. Но шириной 60 сантиметров и длиной всего 2,5 или 2,40 даже. Но зато они двусторонние. Правда, и стоят 1700. Если бы я не нашел вот эту за 300 рублей, то по-любому купил бы за 1700. Это все равно в десятки раз дешевле, чем заказывать фасад на фабрике. Точно такие же уже готовые фасады продаются у нас в строительных магазинах. И стоят они космических денег. Специально на сайте нашел одну из таких дверок, которая по размеру примерно как одна из моих. И посмотрите, какая цена. То есть мне практически весь фасад обойдется в эту сумму. А тут одна дверка. Итак, сегодня я на примере одной дверки покажу вам, как сделать филенчатый фасад из ЛДСП своими руками. И поверьте, это не так сложно, как может показаться на первой изговоре. Сначала напилил все заготовки, делал сразу для нескольких выдвижных ящиков так быстрее. Планки для рамы, как я сказал, сделал из остатков ЛДСП. Ширину выбрал 80 мм. На мой взгляд, это оптимальный размер при достаточно крупных дверях фасада. Но при распиле надо учитывать толщину кромки. Я для кормления купил ПВХ-кромку толщиной 0,5 мм. Клеим ее с двух сторон, значит ширина заготовки должна быть 79 мм. Выбор именно ПВХ-кромки не случайен. Для кухни обычная меламиновая не подходит, так как агрессивная среда, влага, температура. А ПВХ, да еще наклеенная на 88-й клей, будет держаться железобетонно. Наношу клей какой-то художественной кистью на обе поверхности, которые затем нужно соединить в промежутке времени от 5 минут до 2 часов. Я клеил примерно через 10 минут. Процесс неторопливый, размеренный. Есть время о чем помечтать, подумать. Для фабрики завода в такой способ кормления, конечно же, не годится. А дома я таким образом легко закромил бы фасад ни одной кухни. Главное, делайте это на открытом воздухе, чтобы не словить мультики. Я устроился на балконе на сквознячке. Чтобы не сушить зря клей, перелил его в маленькую баночку. Если что, он прекрасно разводится у аспиритом, им же мою и кисть. Горизонтальные планки оклеиваются в круговую сразу, а на вертикальных оставляю одну внешнюю сторону. Через них еще надо будет заворачивать саморезы при сборке фасада. А потом уже заклею и их. После наклейки кромку прикатываю пластиковым инструментом, предназначенным для деликатного вскрывания аппаратуры и пластиковых элементов салона автомобиля. У меня целый набор разного размера. Благодаря маленькой площади контакта с кромкой, я могу создать достаточное давление при прикатывании. Сразу после этого можно обрезать кромку. Кромочный триммер, кстати, с этой кромкой справляется даже легче, чем с меламиновой. И это еще один плюс к ПВХ. А двухмиллиметровую, помнится, мне приходилось обрезать фрезером. Ну и чтобы совсем было красиво, прохожусь мелкой шкуркой по всем граням. В этот раз при распиле заметил кое-где небольшие сколы. Думал, пора точить диск. Везде говорят и пишут, что для чистого реза нужно, чтобы диск при распиле выглядывал из детали на пару-тройку миллиметров. Но у меня какой-то хитрый диск. Оказалось, что он дает чистый рез как раз наоборот, если будет выше над деревяшкой. Жаль, я поздновато сообразил. Но все равно мой результат мне нравится больше, чем в магазине. Для последующей сборки фасада необходимо сделать паз в раме для филенки 6 миллиметров. Процесс фрезерования даже с пылесосом довольно пыльный. Поэтому пришлось по-быстрому соорудить несложную конструкцию на одной из старых дверок. Наклеил куски ЛДСП таким образом, чтобы получился эдакий желоб, внутри которого будет работать фреза. Ну а чтобы опилки разлетались еще меньше, сделал шторки из обычного малярного скотча. И это действительно сработало. Толщина филенки, как я сказал, 6 миллиметров, фреза тоже шестерка. Но чтобы все срослось, надо паз делать где-то на полмиллиметрика больше. Делаю это, подкладывая кусочек кромки и прохожу еще раз. Лучше всего, конечно же, это делать на фрезерном станке, но я им еще не обзавелся. А можно и вообще на циркулярке пропилить. Но я решил пойти, наверное, самым сложным путем. Ну а вы выбирайте для себя любой удобный. Размер самой филенки по ширине, по длине делают чуть меньше паза, чтобы ей было куда дышать. Хотя сомневаюсь, чтобы ЛДСП прям так сильно менялась в размерах в помещении. Даже учитывая агрессивную среду кухни. Самое длинное сверло у меня на 100 миллиметров, поэтому прохожу им сначала две детали, насколько получится. А потом досверливаю отдельно вторую деталь. Внешнюю планку, она же вертикальная, необходимо после рассверлить наполовину сверлом девяткой, чтобы саморез мог достаточно заглубиться в нее. Не знаю, зачем я это делаю, поскольку соединение и так получается очень жесткое. Но зато клей заполняет шовчик и придает ему более эстетичный вид. Когда я шпионил в магазине, как тот китаец на автосалоне, пытался понять технологию. В общем, следов клея я там не обнаружил. Ну и ладно, а я буду клеить. Даже если бы фасад был темный, то все равно бы садил на клей, потому что после высыхания он становится практически бесцветным. Пару слов про клей. 88-й относится к контактным клеям. После нанесения на обе склеиваемые поверхности нужно обязательно подождать, пока он подсохнет и перестанет липнуть к рукам. За это время из него испарятся те вещества, которые не позволяли ему засохнуть в банке. Только тогда соединяйте детали, тщательно прикатывайте и все разорвать будет уже практически невозможно. Банка клея стоит около 250 рублей, а хватит ее примерно на 10 кухонь, наверное, может быть даже больше. Телескопы на ящике, похоже, пора тоже менять. Фиговенько работают, но это потом. А пока мы имеем вот такой вид. Впереди у меня еще много работы, помимо фасада еще цоколь и кое-где боковые стенки. Конечный результат, наверное, выложу потом в виде короткого ролика без комментариев или фотографии. Пишите, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь, скоро увидимся вновь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»